380 миллионов тенге в прошлом году заработали производство исправительных учреждений нашей области. Накануне в Дореньке журналистам показали новые предприятия, открытые за колючей проволокой. Теперь постельные принадлежности, пластиковые окна, брусчатку и не только будут выпускать заключенные. Особенность таких предприятий в низкой себестоимости выпускаемой продукции. Антон Александров все увидел своими глазами. Артем Забара – начинающий предприниматель. Правда, построить свой бизнес он решил, находясь за колючей проволокой. Накопленный до осуждения опыт работы, помог выбрать направление деятельности. Раньше он трудился на различных мебельных фирмах. Теперь организовал свой цех по производству корпусной мебели. Начинали с мелочи, какие-то тумбочки, шкафчики, дальше больше. Сейчас масса всевозможных материалов, которых можно использовать. Здесь фантазии, предела нет. Открытые при колониях предприятия позволяют разнообразить время заключенных, а также дают возможность выплачивать присужденные суммы по искам пострадавших. На сегодня по Карагандинской области с участием РГП «Янбек Караганда» открыто 15 предприятий различного профиля. Только за прошлый год сумма инвестиций для организации производства составила порядка 250 миллионов тенге. Самая главная задача – это реализация рекомендаций второго форума, проведенной Генеральной прокуратурой страны по обеспечению трудозанятости осужденных. Я приводил вам цифры, что объем выпускаемой продукции осужденными в исправительных учреждениях Карагандинской области составило в прошлом году 380 миллионов тенге. Я считаю, что это довольно внушительная сумма. Только в исправительных учреждениях Шахтинского региона выпускают большое количество форменной спецодежды для местных промышленных предприятий. В этом году, к примеру, в Шахтинск Теплоэнерго заключен договор на 10 миллионов тенге. Также за колючей проволокой имеется и цех по изготовлению металлоконструкции, который после украшают улицы городов Карагандинской области. Кстати, товары, изготавливаемые в исправительных учреждениях, имеют низкую себестоимость, что и позволяет легко конкурировать с другими фирмами. Здесь многие профессии приобретают, довольно-таки востребованные, хорошие профессии. Токаря, фрезеровщики, цех такой многопрофильный у нас. Токарный фрезеровочный участок, ну, металлоконструкции собираем, то есть работаем по заказам. Совместно с местными колледжами организовали за колючей проволокой и курсы переподготовки по рабочим специальностям. Так на обособленных предприятиях оказываются квалифицированные кадры. В итоге перечень производимой продукции достаточно широк. От строительных материалов до инвентаря и продуктов питания. В общем, по области трудозанятости осужденных составляет 57,5%. Антон Александров, Дмитрий Оборог, Данил Заславский, 5 канал.